Здрасте. Кто ждал? Взгляд. Взгляд. Вы аккредитовали на это мероприятие? Нас пригласили. А кто вас приглашал? Сотрудники предприятия. Мероприятие проводится по инстаграму и проаккратовывается. Я приехал сюда. Вы аккредитовались на мероприятие? Нет, мы не аккредитовались на мероприятие. Мы не знали, что требуется аккредитация. Нас пригласили на это мероприятие сотрудники предприятия. Можете назвать сейчас? Где кто здесь посолствует, кто приглашал сюда. Мы хотим поговорить по душам с вами. Может быть, в том числе, о тех вещах, которые должны быть оставаться внутри коллектива. Понимаете? Есть такие вещи. Это спресс-разговор был еще... Я подожду с прошлого коллеги. Давайте сейчас посмотрим, кто его можно назвать. Если у нас скорый вопрос, давайте мы попросим тогда без съемок или как-то... А кто приглашал его? Ну, коллектив, у нас сейчас... Не-не-не, пусть будет съемка. Че это без съемки? Пусть снимает. Это и на телефон так же, что я сможет. Надоело это все уже. Пусть снимает. Почему мы должны выключать? Почему? Вы препятствуете съемку. Зачем вы препятствуете съемку? Потому что год уже не выплачивают зарплату. Вот они и выключают. Пусть присутствуют. Мы сейчас подождем, подъезжайте. Подождем сейчас министра промышленности. Послушаем его. Как он оценивает обстановку на предприятии. Давайте по порядку все-таки. Мы год зарплату не получаем, а у нас семьи. Дождемся, собственно. И прокуратура ничего не работает. Сколько мы уже подавали или не подавали? Вообще без понтона. А у нас вообще законы есть в России? Вообще власть без денег. Столько писем. И в Саратовской, Думы. Думу раз. В партнеризации партильные, я тоже знаю, и присылали. Потом пошло. Покуратура Московская. Президенту два письма. Неужели вот это так вот просто, вот это вот, 10 месяцев не получает зарплату на ретабельном заводе? Какие 10? Год скоро? Дети, тысячи семей. Через два месяца год. Тысячи семей развалилось. Не то, что развалилось, а слезы у тысячи семей. Я прекрасно и выгодил, что ситуация, к сожалению, несмотря на рад принятых мер, она в лучшую сторону не меняется. Это правильно. Это заглядно. Те меры прокурорского реагирования, я вам скажу они, к сожалению, цели свои не достигают. Я был рядом вопросом о том, по какой причине здесь оказался и кто инициировал эту встречу. Отвечу, что инициатива моя собственная, личная. Хорошо, что здесь присутствуют средства массовой информации. Я думаю, что наше мероприятие, оно должно быть в определенной степени публичным. И хотел бы поговорить с вами по душам. Потому что на протяжении уже долгих месяцев, к сожалению, несмотря на принятые меры, значит, прокурорского реагирования, несмотря на информирование, значит, и правительство, и обсуждение этого вопроса на самых различных уровнях региональной власти, ситуация не сдвигается. Поэтому, с вашего позволения, я присяду и готов выслушать возникающий вопрос, но предварительно позволите тоже доложить, что мы сделали, что сделали. Я думаю, что на него есть тоже с карты. А подальше будем искать совместные усилия по выходу из той ситуации, которая сложилась на предприятии. Я хотел бы подчеркнуть, что наиболее сложная ситуация с оплатой труда в настоящее время сложилась на акционерном обществе «Нефтимашек-Сапком», где размер задолженности по заработной плате превышает уже 30 миллионов рублей. Колоссальный размер кредиторской задолженности, можно сейчас уточнять, поправить, но по моим данным она тоже свыше 200 миллионов рублей. Фактически, как нам известно, предприятие производственную деятельность не осуществляет. И с июля 2020 года на вашем предприятии введена процедура наблюдения, начальная стадия процедуры банковства. Мы прекрасно понимаем, в каких трудных условиях оказались работники предприятия, и с чем органы прокуратуры принимались меры прокурорского реагирования. Наверное, вам известно, если кто-то не знает, хочу еще раз подчеркнуть, что прокуратура Фрунзенского района, прокурора присутствовала здесь только в последнее время, к руководству предприятия вносилось 4 представления. По материалам прокурорских проверок возбуждались административные производства, связанные с невыплатой заработной платы. И опять же, по материалам прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования, подширяется расследование уголовного дела, которое возбуждено по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за невыплату заработной платы. Только в текущем году, еще раз подчеркну, по нашим инициативе проведено 5 оперативных совещаний с участием вице-губернатора области, заместителя председателя правительства, руководителя государственной инспекции труда, представителей налоговой службы и, естественно, собственников и руководства вашего акционерного общества. Секундочку. Прокуратур области в адрес правительства внесено представлением, по факту ненадлежащей работы профильного министерства, значит, проведена работа с дебиторской задолженностью предприятия. В результате принятых мер удалось частично погасить задолженность по заработной плате. Немного, но, тем не менее, 4 миллиона они были направлены на погашение задолженности по заработной плате. Большая часть, я уже озвучил ее сумму, значит, она, к сожалению, пока что не выплачена. Действительно, наше предприятие, оно достаточно динамично работало, было прибыльно, но в 19-м году после смены руководства началась достаточно сложная ситуация с заказами, возник корпоративный конфликт, возникли, соответственно, что привело к утрате основного заказчика. Поэтому мы, собственно, предложили собственникам поискать инвестора, который готов зайти на завод со своей новой программой. Интерес у инвесторов есть. Понимаем, что предприятие это частное и окончательное решение в любом случае за собственником. И собственники не смогли в итоге договориться в марте месяца текущего года, и все эти договоренности, собственно, рассыпались. Все, что мы обговаривали с Никоновым и с ЭПО-сигналом, и в вашем кабинете обсуждали все конфиденциальные договора по продаже предприятий, продаже акций, все были обсуждены вместе с вами. Те предложения, которые сейчас озвучены вами по поводу внесения денег и по сигналам на завод, для того, чтобы загасить задолженность завода, они стоили бы для предприятий больших затрат. Первое, я озвучу перед всем, потому что у меня от вас секретов нет. Это меня принуждали и обязывали, чтобы я подписала за то, что предприятию на завод поступит 5 миллионов, из которых вам всем достанется по 10 тысяч рублей, остальное все на налоги, закрывающие зарплату, за это полностью передать завод. И вы были свидетели, когда мы обсуждали этот вопрос. Баринов со стороны прокуратуры тоже был участником этого совещания и тоже не даст мне собрать, к сожалению, его здесь нет. Тот вариант займа, который предложил сигнал, с большими процентами и с большими рисками завелось бы завод еще в более худшую ситуацию. Мы бы с этого ничего бы не выиграли абсолютно. Был предложен вариант по поводу продажи акций. Единственная задача была и условия вот этого договора продажи. И вы тоже свидетельцы. Я показывала вам, вы рассматривали все эти договора. Мы обсуждали и с той, и с другой стороны. Единственным условием было погашение в первую очередь всех долгов перед сотрудниками по зарплате и по налогам текущие долги. Я не знаю, насколько тяжело, наверное, сигналу, но почему-то они предпочли заплатить 138 миллионов торговому дому, но только не заплатить там, ну там даже не 5, там тогда было порядка 30 миллионов. Надо банку заплатить, у банка нет денег. Если бы министерство было заинтересовано в том, чтобы завод сохранился именно как промышленное предприятие, то мы бы этот вопрос не допустили до такого состояния, до состояния банкротства. То, что здесь творится на самом деле. То есть завод сначала вводят в банкротство, потом принуждают соглашаться просто вот раздать по кусочкам разводить. А теперь смотрите самое главное. Завод. На сегодняшний день стоимость основных активов составляет 700 миллионов. Даже при том басноосновом кредиторском задолженности, которое было озвучено 200 миллионов, которое еще оспаривается в суде, вы понимаете, что завод может оптимизироваться, распродать ненужное и останется еще 500 миллионов, чтобы не только возродиться, но и существовать как предприятие, хорошо работающее предприятие. Но нам с вами этого сделать не дадут. С 2019 года мы неоднократно обращались и призывали к помощи к правительству для того, чтобы нам помогли получить кредиты. Потому что завод перешел в руки с огромными долгами, чтобы вы понимали, с кредиторской задолженностью и полным блоков всех банков, вот куда бы я ни обращалась, ни в какой бы банк я ни обращалась, в Саратове, мне все давали отказ. Госдарантию не применили. В рамках законодательства это необходимо было. Если было бы желание, если было бы действительно желание сохранить завод, а не просто выбрать какую-то из сторон спорящих ее поддерживать, то, может быть, была бы немножко другая ситуация. У вас есть возможность, как у министра промышленности, как зампредседателя правительства, все-таки как-то скоммуницироваться с вашими коллегами из других субъектов федерации, скоммуницироваться с теми предприятиями, которые могли бы в каких-то гарантиях приобретать продукцию? Да, мы это делали. Но понятно, что в любом случае человек, который размещает заказ, он его хочет получить. Соответственно, и все проблемы-то возникли, вот вы ее сейчас называете, там же проблемы, что тот инвестор, не тот инвестор. Вместо возникли тогда, когда началась остановка производства. Остановка производства как раз и началась из-за того, что нет сбыта. При том, что сам рынок-то есть. Я вообще с чего иначе говорю, что проблема-то внутри родилась, а не внешне на рынке спад какой-то. И мы готовы поддержать, еще раз вам говорю, надо инициативу от вас. Мы готовы поддержать ваши предложения. Мы же свои предложения даем, потому что, у вас нет. Вы принесите план, бизнес-план с расчетами, с какими потребителями. Помогите создать этот бизнес-план. Поучаствуйте в его формировании, если не возражается, Светлана Федоровна. Давайте это все публично делаем. Гласно. До коллектива все доводите в том числе. Не держать вот это все где-то в кабинетах у себя в столах. Вот заказ, тендерная система. Вы не можете помочь в этом. Потому что мы сейчас на банкротстве, мы в этом участвовать не можем. Сразу видно было, зарплату начала, перестали платить. По-моему, прокуратура должна была сразу вмешаться. Почему вы так долго ждете с предприятием, видите, что на нем такие, ну, я не знаю, безобразие творятся. Мы не можем в рамках закона принять начатное предприятие, какое-то руководство. Мы не можем в рамках закона что-то навязывать или что-то заставлять. Мы можем предложить, собственник либо соглашается, либо нет. Это его право. Мы действительно не вправе говорить, кому быть генеральным директором, кому не быть генеральным директором. И куда должен плыть закон сейчас такой. Гражданское право, специальная норма закона и таковы. Но содействие все оказать в экономической стабильности, в развитии предприятия, потому что правительство и министерство промышленности, оно может. Определенное содействие. Но не хочет. Вот это вот, у вас, мы не имеем права, меня и больше всего, как говорится, и волнует. Потому что не имеем права, вот он рядом, рынок удачный. Там дальше магазин, там какой-то этот, там дальше магазин этот, Арион там или какие-либо. Сегодня нужно писать документ в адрес правительства, я подпишу, повторно вернуться ко всему. Это может быть со старым, узким или широким. И с возможными инвесторами, и к председателям правительства можно лично, наверное, разобраться, какие-то решения принимать, волевые в том число. И там, где можно поддержать Смана Федоровна, но рядом с вами, понимаете, никогда не сможет стоять чиновник. Постоянно. На каком-то этапе кризисном, да. А всегда, каждый день, дай Бог, чтобы предприятие вышло из кризиса. Дай Бог, чтобы коллектив сохранился. Все к этому привело. Но помогите здесь, помогите там. Это как раз как-то об эффективности. Ну, начальном этапе, но уже правительство. А эта инициатива ваша сейчас предусмотрена чем? При избирательной кампании вначале, чтобы пришли к нам, до нас похлопотать? Нет. Никоим образом это не касается. Никоим образом не касается. А вы представляете, у нас тут было 730 человек. У каждого есть семь. И сейчас началась предвыборная кампания. Как вы думаете, за Единую Россию, после того, как она с нами так поступила, кто-нибудь будет голосовать? После этого. У нас у всех есть семьи, родственники, друзья. Все эту ситуацию знают. А нас только 730 человек. Меня зовут Николай Гонцов. Я свадщик. Как по отчеству? Владимир Владимирович. Николай Владимирович, я готов с вами, я не буду работать в прокуратуре, пообщаться отдельно, но могу сказать следующее, что тема сегодняшней нашей встречи, это еще раз говорю, выход из кризиса в предприятие, но никак не какая-то политика выбора и так далее. У нас в счета приходят и сразу в суд. Мы пытаемся тоже в ТСЖ объяснить. Понимаете? Абсолютно ноль. Иди воруй. Ну, оплати. Вот никого не интересует. Вы поймите, это у всех так. Это мы можем гласословно сделать. Ну, это так. Хочешь, переодалживаешь. Да, мы были у Светланы Кюрой и не раз, поначалу. Мы заходили, говорили, потерпите, и мы терпели. Ну, да. Ну, все уже. Не подготовлено. Вилы уже. Так мы уже 10 месяцев. До того, чтобы вот этих все не было. У нас уже веры нету. Чуть-чуть. У людей одолжили, тому отдал. У того взял, тому отдал. Еще сколько можно уже. А планируете ли вы в рамках услышанного сейчас взять ситуацию именно с выплатой заработной платы на данном предприятии под свой личный контроль? Не получится ли развитие событий, как на предприятии РМК, где на протяжении последних четырех месяцев, по нашим данным, выплаты заработной платы так и нет, хотя ситуация тоже, насколько я понимаю, под вашим контролем. Что вы скажете? А так, гоняем нас пустуху. Планируешь. Я уже говорил о том, что благодаря усилиям прокуратуры, в том числе, часть кредиторской задолженности погажем, благодаря усилиям прокуратуры, значит, выплатят пусть частично на задолженность по заработной платы, вот можете камеру туда навести. Чем вам надо? Покажите, покажите людей, которые соглашаются. Я вот звонил работникам, которые уволят, которые, я имею в виду, даже которые уволились, им закрыли. Но со временем это все получается. Происходит, да, вовремя. Давайте так, паренька, говорите все это. Чуть-чуть, хотя бы объяснить, что вы. Я не понимаю, что вы. Просто вы кричите, я не кричу, я не кричу, я ввожу. Все же развитие событий, возможности для развития частоты, что нам просто зарплату по нашим данным так и не выплачивать. Первоначально, первоначально нужно найти, еще раз говорю, создать дорожную карцию, бизнес-план, четкие видения с конкретными сроками, значит, конкретных решений стороны собственников, в первую очередь, руководство предприятий. И мы постараемся сделать все для того, чтобы правительство в своих, в рамках своих полномочий оказало необходимое содействие в поиске. А деньги когда будут в партнерах? Вы бы договорили немножко. О чем? Ну, вот у меня вопрос все-таки еще вернулся к Карамхайу. Дело в том, что, ну, как бы тоже ситуация у вас на контроле, 4 месяца по нашим данным, нет выплаты заработной платы. Вот какие там конкретные действия с вашей стороны были предприняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию? По этому предприятию будет, может быть, дан отдельный комментарий. Что сейчас можно сказать? По направлению запросов, либо... Что сейчас, можно сказать, по итогам встречи, какому выводу, как вы резюмируете сегодняшний разговор? Сейчас пройдем, посмотрим, резюмируем. Я считаю, что возможность выхода из кризиса есть, на мой взгляд, по моему личному убеждению. Но для этого, соответственно, должен быть эффективный руководитель и некоторая определенная помощь со стороны власти.